всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня я оформляю торт белково-заварным кремом торт раскраска оформлять несложно смотрите видео и повторяйте за мной торт оформляю сыну на день рождения детский торт яркий красивый и очень вкусный перед тем как делать торт раскраску берем шоколадную глазурь в каплях и импульсами растапливаем ее микроволновки почему я беру шоколадную глазурь она очень хорошо вот отстает от файлика без всяких либо проблем теперь берем корнетик не сразу все добавляем сюда глазурь чуть-чуть так будет нам удобно работать с нашей картинкой заполнили завернули и срезаем край ножницами если вы первый раз делаете торт раскраску я вам рекомендую брать не тяжелый крупный рисунок у меня тортик на день рождения сына поэтому у меня такая тематика теперь берем и начинаем обводить все детали главное настроиться на плите у меня варится сироп на белково-заварной крем картинку обвели шоколадной глазурью вот файлик и перекладываем в холодильник буквально на 15 минут вот мой белково-заварной крем сделала крем на три белка смотрите пышный нежный воздушный а главное не приторно-сладкий рецепт этого крема есть у меня на канале будет в ссылке под видео в описании размер торта 28 на 22 сантиметра теперь вверх покрываем белково-заварным кремом покрываем тонким слоем только приготовила белково-заварной крем и сразу им работаем все равно по краям у нас будет украшение с крема так ну а теперь выравниваем берем и протягиваем теперь показываю как мы будем переносить картинку смотрите достаем вот у меня была такая картинка на файлике шоколад вы мне всегда задаете вопрос файлик прилипают белково-заварному крему конечно прилипает поэтому нужно делать все максимально аккуратно во-первых тут же что же нужно чтобы рисунок попал и по центру вот видите отстает глазурь очень хорошо поэтому сейчас настраиваем по тортику края файлика придерживаем видите не всегда все идеально получается вот здесь сейчас сейчас все сделаем все сделаем красиво потом подправим вот отличие подбирала такую картинку чтобы полностью поместилась на мой торт без резких движений глаз остался сейчас нужно прицепить глазик вот так видите что тут нужно подправить вижу нужно подправить сапожки лишнее потом уберем и теперь будем украшать украшать я буду белково-заварным кремом разрисовывать картинку и немного буду использовать декор геля совсем маленькую часть крема окрасили в голубой цвет торговая марка красителя гелевого americolor называется sky blue много не добавляем чтобы не был термоядерный голубой такой цвет сейчас мы будем окрашивать шарик без насадок будет украшение срезаем и теперь выбираем шарик я думаю возьмем вот здесь крайний ну теперь заполняем точечками на самом деле это самое сложное оформление торта знаете самое долгое я бы сказала не такое сложное как долгое но зато результат будет прекрасно картинка будет как будто нарисованное главное поставить правильно руку и дальше подбираете яркие цвета и заполняете картинку разными цветами смотрите как преображается наша картинка это конечно тонкая работа ничего сложного но здесь главное точность и аккуратность чтобы картинка не выглядела наляпистой теперь делаем здесь бубончик также оранжевого цвета без насадочек все делаем лишний крем убираем теперь взяли нейтральный бесцветный гель декор и добавляем сюда черный гелевый краситель по моему это у меня торговой марки добрых я уже не помню давненько покупала перемешиваем и сейчас мы заполним гель декором ушки голову и не глаза и носик просто если я окрашу белково-заварной крем черным гелевым красителем он не будет черного цвета он будет серого можно было залить просто шоколадом но когда я буду заполнять гель декором будет более эффектно сейчас увидите сейчас вы видите используют только корнетик с пергамента единственное насадки буду использовать когда буду делать бордюры ну и оформлять не из торта срезаем много не срезаем так как у нас здесь мелкие детали глаза носик и берем не спеша вот так заливаем носик есть теперь и глазки не полностью есть и здесь вот здесь у нас чуть-чуть голова теперь уши красиво на рука конечно немножко подбаливает от напряжения когда выдавливал этот белково-заварной крем и хочу вам сказать если вы вдруг так получится переварите сироп вам вообще будет трудно выдавливать поэтому следите за сиропом не переваривайте и пусть у вас будут красивые тортики можно полностью окрасить торт гель декором будет намного быстрее чем я крему ну вы знаете всегда стараешься для ребенка сделать как можно лучше как можно ярче тортик надеюсь у меня это получится я стараюсь и душой теперь с белково-заварного крема насадка у меня вот видите звездочка будем делать сейчас я придумаю как мы сделаем так уголки сделаем немножко по-другому вот такие бордюрчики у меня получается так теперь этой же насадкой звездочка я буду бока торта где у меня бисквит просто отсаживать звездочки просто вот смотрите и пошли теперь на суфле и на бисквит нижний не переживайте если правильно приготовлен белково-заварной крем все у вас получится крем будет держаться немножко неудобно у меня с бортиками под нос но так как есть мой тортик готов яркий и в то же время нежный так как я и хотела добавила в оформление еще драже в виде звездочек такая посыпка еще у меня будет цифра 6 ну думаю тортик получился на все 100 всем желаю удачного приготовления оформляйте торты вместе со мной с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока Субтитры сделал DimaTorzok